здравствуйте друзья у нас вечерний вопрос на канале я на родине в украине когда-то получил высшее образование по специальности компьютерные системы и сети окончил в 2004 году но с тех пор по специальности не работал маленький городок программисты не нужны об удаленной работе и речи не шло с тогдашним интернетом но не суть в 2015 году переехал в сша и решил все-таки устроиться разработчиком программного обеспечения страна возможностей как-никак в октябре прошлого года прошел в детройте bootcamp по джаве значит в 2 до в 2015 переехал а значит в октябре 16 прошел bootcamp три месяца назад получил green карту и сейчас ищу работу ой мамочки значит с октября это много времени конечно сейчас у нас уже июль суть проблемы в корректном составлении резюме вообще честно вот если у тебя bootcamp и ты такие деньги платишь так может тебе бы резюме боже сделали за такие деньги то что же за bootcamp такой самым близким что я делал по программированию и вообще связанное с софтом были краткосрочные попытки фриланса в 2012 году около трех месяцев тогда сам изучил язык руби и позже работал в местном собесе на госслужбе с сетевым инженером сейчас я в качестве рабочего опыта указал работу в собесе но она не очень-то вяжется с позиции software developer любого профиля и навыки не очень переносимые частично я получил ответ на этот вопрос в вашем видео с натальей quick расскажите о себе я там рассказывал как строить историю там не было как резюме писать там было историю расскажите о себе но это для интервью а вот с резюме не знаю что делать оно ведь идет перед интервью это правда собственно тема в целом как мне кажется была бы довольно интересной для вашего канала а именно как правильно отразить в резюме крупный значит вот эта тема нашего видео до вопрос как правильно отразить в резюме крупный поворот в карьере пожалуйста посоветуйте что-нибудь вопрос правда но сейчас будем отвечать еще буквально лет ну там 150 назад может быть даже меньше вот можно было прийти к какому-то там лекарю или там ну кто там эту функцию выполнял и вот он послушает и говорит есть у меня для тебя значит снадобье достает баночку на баночке написано от нутра выпил там вариантов не так много дать либо помогло либо не помогло и вообще помер тоже бывает в общем но в конце концов бог дал бог взял дело такое это чисто вопрос такой степень сверху решается если можно было резюме вот так знаете там от живота от поворота в судьбе от там я не знаю большого перерыва в профессиональном опыте и так далее и так далее вот но так не получается все таки это как вот знаете инт пошив такой знать не не шьется одно на всех давайте-ка я поверну камеру а то темнеет и мне кажется что мы с вами так не очень хорошо друг друга видим по всякому чему и меня так точно так вот все делается очень индивидуально и самый самый неожиданный казалось бы нюанс в жизни человека ты за него цепляешься и вот и вот у тебя красивая история но история в разговоре это не история в резюме потому что резюме должно привести к разговору правильно а если в резюме нет такого убедительного перехода то соответственно вероятность на то что разговор того что вероятность состоится вот этот разговор на конечно снижается поэтому как вот в резюме отразить это в частности сочетается с вопросом насколько много я могу в резюме фантазировать понимаете то есть есть люди которые как бы легко там напишут что-нибудь такого что он там может и не делал вот но дальше надо разговор поддержать есть люди которые напишут что не что-нибудь такое что не делал и могут поддержать разговор а есть такие же напишут чего делал на самом деле делал а разговор поддержать не могут то есть тут есть конечно много полутонов в этом во всем но Резюметься, но опытом Правильно? Опытом Поэтому, если у тебя, допустим, там Ты программист, у тебя 5 лет Опыта, ну вот что он там Я не знаю, не помню, что он там изучал Ну, Java, допустим, вот он там, Java какой-то Девелопер, и у него 3 года Опыта, а до этого он еще Что-то делал, и вопрос о том Как это его занесло В Java Development Он носит вторичный, третичный Характер, потому что это не важно У него уже есть 3 года Ну, можно так спросить, а как Это все вышло Если все, что у него есть Это то, что он, ну там 8 месяцев назад прошел какие-то курсы 8 месяцев назад И Что тоже Не то же самое, что вот вчера с курсов Быти, на самом деле Непонятно, чем он занимался, или он усилился Или он забыл половину Тоже непонятно Ну вот, как быть Как быть Ну, давайте возьмем Как бы вот эту конкретную ситуацию Которую у нас сейчас Она немножко проще, чем если бы он По образованию был, там, скажем, юристом По опыту работы бухгалтером Или там Такого плана, да, человек Он все-таки Имеет образование Подходящее Вы можете сказать Да, но это же когда было Тем не менее, вот я Закончил институт связи Если не 40 лет назад То почти Почти 40 лет назад Да, это был 78-й год Вот в следующем году будет 40 лет, как я закончил институт связи Но и по По образу мысли По видению жизни По вот каким-то очень-очень многим параметрам Я как был связист, так я и остался связи То есть Не то же самое, как если бы я закончил строительный институт Или там, допустим, там Какой-нибудь Экономический факультет Вот как-то накладывает серьезный отпечаток Он закончил Там эти Какие-то там Не помню названия Но что-то такое Относящиеся к делу Ну, 12 лет назад закончил Но ничего страшного Ну, все-таки 12 лет Это даже не 30 и не 40 И видно, что парень еще относительно молодой То есть по американским понятиям Если ему там лет 35 Ну, так Он еще довольно молодой парень Не, не, там Ему не 54, правда? Вот Значит Он должен объяснить Чем он, собственно, в жизни занимался Я пытаюсь еще раз посмотреть на его текст Понимаете, чем плохой вопрос Здесь не написано Чем он реально занимался Вот Понимаете Резюме не делается из проблемы Резюме делается из того Чем человек реально занимался Допустим Он говорит Я вот не работал по специальности Ну, хорошо А что ты делал? Потому что В любой работе Которую ты делаешь Может найтись Какой-то переносимый опыт Какой-то важный опыт Может быть Ты работал там где-то Я не знаю где Но ты Например Ставил задачи программистам Может быть Ты и не ставил задачи программистам Но ты можешь напрячься И вспомнить Как другие люди ставили им задачи А ты может быть присутствовал там Во время обеда И слышал как люди обсуждают Я не знаю Это же не важно сейчас Задним числом Никто ж не будет тебя гонять По тому как ты ставил задачи Программистам там в то время Или в это время Понимаете? Поэтому Человек не поставил Не сформулировал вопрос так Чтобы на него можно было реально ответить Нельзя сделать костюм Для бестелесного духа Понимаете? Нужен быть конкретный человек Там Размах там Да? Там В груди какой-то Там у него в талии размер какой-то там Рост И так далее Тогда можно что-то такое уже Закройщик может работать В данном случае А где это тело? Тело отсутствует Ботинки есть Вот он закончил там Институт Это мы поняли Специальность мы поняли Что делал? Не знаю Дальше он там Что-то такое писал Пять лет назад На Руби пытался И так далее Это неплохо Это не имеет прямого отношения К тому что он Сейчас там Выучился на Джаве Работать Но это имеет отношение К тому что он Работал по специальности Пользуясь другими инструментами Нет такой специальности Программист на Руби Или там Пайтоне Или на Джаве Это не специальность Специальность программист Поэтому если он занимался Каким-то программированием Да? И надо еще во времени Может быть посмотреть Как-то Он говорит 3 месяца Ну Может быть можно посмотреть И понять Что это было не 3 А 8 Или 9 Или 12 Я не знаю Но надо смотреть Да Но Если в разговоре Мы можем объяснять Ситуацию тем Что вот он допустим Приехал в США И решил круто Поменять свою жизнь Например Вот я вижу хорошо Его рассказ Он говорит Что я учился там На программиста И Жил в таком месте Где невозможно было найти работу И вот я много лет мечтал о том Что я когда-то смогу этим заниматься И вот я приехал в Соединенные Штаты И я знал Что Вот я Я должен вернуться в это дело Я должен Что называется Claim my life back И это вызывает сочувствие Как бы человек Да Парень всегда хотел Но вот он Был лишен возможности Вот он рвется в бой Надо Надо ему дать возможность Такую Показать Как он в бою Будет держаться И это на уровне разговора Хорошо На уровне резюме Но вот К резюме Можно конечно приделать То что называется Cover letter Да В этом же смысл Cover letter Оно объясняет Оно говорит Что я получил образование Именно по компьютерам После чего мне В силу того Что я жил в таком вот месте Мне не удалось Воспользоваться Но я всегда хотел Всегда мечтал И вот недавно Я переехал в Соединенные Штаты Я прошел буткемп И значит Очень заинтересован Например Это уже какая-то история Это помогает Закрыть ту дыру С помощью cover letter Которую нельзя закрыть В резюме Потому что в резюме Нет объяснения В резюме есть Как бы некоторая Хронология событий Ну да Вот он Закончил институт Закончил там Курсы Ну там буткемп какой-то Он может написать Что он самостоятельно Изучал Руби в 12-м году Ничего такого тут нет Селф стади какой-то у него Там какие-то проектики делал И так далее В принципе Всякое резюме Оно красно проектами Проект это другое слово По технике синоним Слово experience Опыт работы И лучшее Что он может сделать В такой ситуации Чтобы не выходить Там далеко За рамки Ну как бы Реального мира Без особых фантазий Он может Описать те проекты Которые делал В буткемпе Он же в буткемпе Делал проекты Может быть он даже Не один делал Может быть он Три проекта делал В буткемпе Ну пусть напишет Значит Что это некий Такой опыт Рабы скажем Там experience И дальше напишет Там такая-то организация Где был этот буткемп И дальше он пишет Проект один проект Второй проект Третий Подробно описывает Эти проекты Это может у него выйти И на страницу И на полторы Одних только этих проектов Если так Начать хорошо расписывать В этом же смысл буткемпа Он же на проектах делается Это же не то Что ты сидишь Как в сити колледж Там у тебя класс поджавит Это же ты должен Живой проект Меня возмущает То что ему не дали резюме В этом буткемпе Честное слово Или может быть Дали он не сказал Но если ты уже Платишь приличные деньги А буткемпы берут Это не портло В компьютерском Самый дешевый буткемп Который я знаю Вот у нас тут На местности Это берет 12 тысяч При этом там Честно сказать Ничему не учат У нас приходили люди Оттуда я поражался Просто Насколько можно Ничему не научить Причем не то Что вот этого человека Не научили А в том смысле Что они и не И не делали проекты После которых Можно пойти на рынок Проекты Буткемп Где например Успешно это все делают Но там и берут Далеко не всех Они берут по 17 тысяч Вот у нас тут есть Такой очень известный Хэк реактор Называется 17 тысяч берут Я вижу их резюме Да если там люди Рассылают У них одна страничка Резюме И там эти проектики Там по 3 буллета На проектик Такие они Я бы сказал Никакие Но тем не менее Там значит И базы данных Там и какие-то инструменты Там Такие-сякие И у них довольно Высокие Но если верить Как бы Там официальные статистики И верить тому Что люди пишут В соцсетях Про них Там и так далее У них очень высокая Устраиваемость На работу Что в общем-то Понятно Если Хорошо отбирать На входе Так что ж там Без разговоров Вот И Когда берешь Такие деньги Так что же ему Резюме хорошее Не сделать Уж во всяком случае Проект это расписать Да Ну в общем К чему я говорю Что Надо показать Что есть какой-то опыт Тогда вопрос О том А что вдруг Рванул это так А что вдруг Вот он оттуда Сюда Тогда этот вопрос Переносится В звонок Или В какой-то Там да В приглашение Там поговорить Или по телефону Или живьем И говорят А как получилось А что получилось Но хотя бы понятно Что есть смысл говорить Потому что Проекты есть Вот Поэтому Значит Метод здесь Не такой Чтобы показать В резюме Что Вот Как показать В резюме Что Почему у тебя Поменялось Профессия А метод Такой Показать В резюме Некий опыт Пусть даже Опыт Проектов Чтобы вопрос О том Почему Это произошло Как это Стал вторичным Чтобы он ушел На задний план А на первый план Вышло то Что человек Может работать Вот это Мое видение Такое Но еще раз Я как человек Который как бы Детально Это все делает Как бы Таком на байнере Таком уровне Там Двоичном С нулями Единицами Понимаете Я не на языке Высокого уровня Резюме Делаю Я их по буквам Как бы Пишу Вот Поэтому Так Я бы так сказал Вот Концептуально Мой подход Такой Счастливо Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует